Друзья, всем привет! Мы снова на нашем проекте Сумарокова в Андреевке. У нас начался этап штукатурных работ. И если быть совсем точным, штукатурные работы начались уже несколько дней назад. Мы на середине пути. Но для начала мы здесь по всем стенам прогрунтовали поверхность газобетона грунтовкой миттель-грунт, видно. Далее вмазали подрозетники по всем точкам, которые устанавливались совсем недавно на этапе черновой электрики, которые были установлены незадолго до штукатурных работ. Кстати, скину ссылку на то видео про этап электрики. Сверху в правом углу появится сейчас ссылка. И можете перейти по этой ссылке, кому будет интересно посмотреть то видео про электромонтаж. После этого мы проармировали сеткой все углы дверных проемов. Видим проармированные эти зоны. Зону перемычек, да? Вот она. Также мы проармировали участки стен с разноплотными материалами. Вот здесь у нас участок в лестничном проеме, где есть часть монолита от перекрытия и даже участок газобетонной стены. Здесь тоже есть сетка. После этого закрыли все оконные проемы, как вы видите, пленкой, чтобы защитить чистые окна от грязи. И три дня назад приехала на объект штукатурная станция. Вот она, красавица, стоит в данном случае. Это PFT Ritmo XL. И мы приступили к механизированному нанесению штукатурки на стены. Для сухих помещений пользуемся гипсовой штукатуркой Volma Gips Active. Для влажных помещений будем пользоваться цементной известковой штукатуркой BUMIT MPI 25. Легкая и в то же время цементная штукатурка, которую можно использовать в штукатурных станциях. То есть она подходит и для машинного нанесения в том числе. Станция у нас, как видно, установлена в холле первого этажа. Ее мощности и также длины со шланга полностью хватает, чтобы добрасывать готовую штукатурную смесь на второй этаж. Причем мы сначала взяли еще дополнительный шланг, чтобы длина трассы подачи была 20 метров. Но вполне хватило одного шланга на 10 метров. И также нужно сказать, что это мультивольтажная станция. Есть режим у нее на 220 и есть режим на 380. Но, повторюсь, мощности нам хватает даже питаться от одной фазы. То есть хватает 220 вольт. При этом мощность основного двигателя станции составляет 4 киловатта. И когда мы работаем при свете, частенько просаживается свет на этой же фазе. Двигатель здесь мощный. В станцию забрасываем смесь в бункер. И машина в автоматическом режиме смешивает ее с водой. Здесь у нас стоит вода в бочке в данном случае. И вода поступает в автоматическом режиме в станцию. И сама станция в нужной консистенции подает ее непосредственно уже на стены. Дальше остается выровнять и разгладить по маякам. Продолжаем штукатурную работу. Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, прошло немного времени, и мы закончили непосредственно работы по механизированной штукатурке стен. Штукатурную станцию мы уже увезли, и сейчас готовим узлы примыкания под устройство дверных проемов и оконных откосов. И параллельно мы заканчиваем устройство заземления, которое начинали делать еще на этапе электрики. Как вы помните, мы вбили сбоку дома штырь глубиной 9 метров. Вот он, штырь 9 метров, нержавеющая сталь. Изначально наш прибор показал сопротивление заземлению 9,5 Ом. И через буквально пару недель прошло, показатель уже показывает, давайте посмотрим. Прибор показывает 6,5 Ом. То есть земля обжала стержень, и сопротивление уменьшилось. И теперь нам осталось только соединить стержневой заземлитель стальной лентой, вот она уже готова, с кабелем, который пойдет уже непосредственно к электрощиту в доме. Продолжаем работать. Друзья, прошла неделя, и мы завершаем штукатурные работы в доме Самарокова в Андреевке. Выровняли все стены максимальным зазором 2 мм на 2-метровое правило. В кухне-гостиной, где мы находимся, вот здесь, и также в санузлах, выдержали углы под 90 градусов. Вот санузел, там тоже для мебели. Также остукатурили откосы оконные, заложили сюда сетку, также угловой профиль и профиль примыкания. Также штукатурили зоны дверных проемов в кухне-гостиной, вот колонна и здесь тоже. Напомню, это пока единственный дом Самарокова, где кухня-гостиная и холл первого этажа объединяются двойным проходом. Там холл, здесь кухня-гостиная, и посмотрите, какой двойной проход. Очень интересное решение, которое хочется сразу показать и где-то даже похвастаться. Вообще, я думаю, в каждом доме должна быть своя изюминка, своя фишка, которая притягивает внимание, и в этом доме Самарокова это одна из таких фишек. И, кстати, именно она позволила нам значительно расширить спектр альтернативных планировок в этом доме. За последнее время на объекте также практически закончена, можно сказать, проведена уборка, последние работы проводятся, так как после штукатурных работ остается много грязи и мусора. Его надо обязательно убрать перед тем, как к работе приступят инженеры ОВК. Совсем скоро в этом доме начнутся монтажные работы системы отопления, водоснабжения и канализации. Именно предчастовые, то есть черновые работы. Но об этом мы расскажем в следующем видео с этого объекта. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok